Сегодня мы продолжаем разговор на тему У нас кроме Изабеллы ничего не растет и рассмотрим другие альтернативы этой самой Изабеллы Коснемся не только сортов с темной ягодой но также рассмотрим варианты белых и розовых ягод Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале посвященном виноградарству и виноделию Зовут меня Светлана, я белок по образованию виноградарь и винодел по призванию С нами все это понятно и доступно Как всегда, прежде чем начать, пару слов Чем же так цена это самое Изабелла и почему больше ничего не растет? Ну вот насчет больше ничего не растет только потому, что вы больше ничего не выращиваете вы не пытаетесь найти альтернативу хотя альтернатив на самом деле превеликое множество А чем же так цена это самое Изабелла? На самом деле практически ничем потому что, да, с одной стороны, как бы посадили, да, мы не ухаживаем вот, да, кроме же ничего, у нее ничего не растет а что получаем в итоге? А в итоге в большинстве случаев получаем ничего получаем кислую ягоду, невкусную да, что-то там, там сиделось с нее вино с водой, с сахаром и прочее-прочее но на самом деле логики в этих действах никакой нету, да потому что истинная Изабелла, да, она действительно очень устойчива к заболеваниям она устойчива к морозам, но она имеет очень поздние сроки созревания 160 дней там, где действительно растет Изабелла может хоть немножко созревать альтернатив ну вообще, вот, вот, вот столечко, да еще пару слов часто Изабелла именуют Альфу в той же Белоруссии Альфа, ну, чуть ли не в каждом дворе растет да, ну, только что растет опять же, чем цена что вот мы посадили, да, ничего не делаем какой-то урожай есть, вот якобы не болит прекрасно Альфа болеет, прекрасно хватает Аидиум касательно тоже морозостойкости она точно так же, как и другие сорта может подмерзать весной может не очень хорошо зимовать просто поскольку вот она растет под забором да, многие этого не замечают и у той же Альфы тоже сроки достаточно поздние у Альфы 140 дней и получается, если у нас еще почки подмерзли у нас сроки еще сдвинулись в общем-то, опять же, мы кроме того, что она растет толком ничего не получаем теперь переходим к альтернативам сегодня мы с вами рассмотрим франко-американские гибриды и рассмотрим сорта прибалтийской селекции чем они хороши, какие у них общие свойства первое, да, у них достаточно хорошая морозостойкость второе, они достаточно устойчивы к заболеваниям но надо понимать, что стопроцентной гарантией что режет зиму, да, что не заболеет не будет никогда ни у этого сорта я вам уже говорила, что та же Альфа и та же Изабелла на самом деле они болеют просто мы не всегда это замечаем и если мы хотим получать хороший качественный результат хорошую вкусную качественную ягоду то хотя бы вот такой вот минимум ухода все-таки надо обеспечить про болезни сказала, про морозостойкость сказала но что самое-самое важное все сорта, которые мы сегодня будем с вами рассматривать имеют гораздо более ранние сроки созревания и в наших условиях, даже в средней полосе в условиях Минской области эти сорта прекрасно созревают примерно конец августа, начало сентября но в неблагоприятный год примерно в середину сентября то есть в любой сезон мы имей хорошую вкусную ягоду без вот этой вот сумасшедшей кислоты которая жжет все на свете эту ягоду приятно и покушать ну и в том числе сделать из нее хорошее вкусное вино без каких-либо вот этих извращений а-ля добавь сахара, добавь воды, чтобы хоть что-то получилось первый сорт, который мы сегодня с вами рассмотрим это ландонар ландонар это франко-американский гибрид раннего срока созревания в условиях Минской области примерно к 10 числам сентября он набирает не только хороший сахар но уже и фенольную зрелость что важно при приготовлении красных вин сахар в накоплении 20 и выше брикс и не самая высокая кислота по этому сезону паш был в сусле 3,6 обладает очень большой силой роста и ему надо давать много места и его надо хорошо нагружать обладает хорошей устойчивостью к заболеваниям на самом деле должен быть хорош при выращивании на арках паспортная морозостойкость высокая но надо понимать, что мы все укрываем в наших условиях и про морозостойкость я в конце еще пару слов скажу единственный, скажем так, недостаток это небольшая гроздь и небольшая ягода гроздь здесь есть порядка 100 грамм 2-3 на побег то есть урожайность на самом деле не такая уж большая если места хватает то очень хороший сорт для выращивания если места маловато то конечно мы понимаем, что много урожая с одного куста мы не соберем то есть здесь надо смотреть по нашим возможностям что еще важно у Лондонуар у него потрясающая жажда к жизни он очень рано вступает в плодоношение на второй год уже можно получать какой-то урожай вот за счет своей большой силы роста он очень быстро наращивает и сару, древесину и лоза у него всегда прекрасно зреет то есть сорт, который требует ну скажем так минимального ухода при этом дает хорошую качественную зрелую ягоду в ранние сроки следующий представитель это Макузани или Аберлин Нуар так же как и Лондонуар тоже обладает очень большой силой роста так же имеет хорошую устойчивость сахаронакопление может быть и до 25 брикс это то, что мы видели реально в наших условиях чуть-чуть позже зреет, чем Лондонуар примерно к середине сентября как правило в наших условиях он уже готов при этом мы говорим не только о хорошем уровне сахара но и о фенольной зрелости единственное, что у Макузани достаточно высокая кислота вот пример этого сезона 22,5 это общий сахар уже в сусле и PH 2,9 это PH достаточно низкий вместе с тем такие кислые сорта они хороши для длительной выдержки это раз, но их всегда можно смешивать с каким-то менее кислым и получать замечательный результат дает вине такие дымно-копченые нотки может быть копченого чернослива но очень интересные теперь переходим к сортам белаягодных итак, первое это у нас Вардова сорт прибалтийской селекции раннего срока созревания в общем-то в условиях Минской области конец августа, начало сентября при хорошем лете она уже может быть готова но если у нас какие-то природные катаклизмы то к середине сентября Вардова точно созреет а сахаронакопление 20 и выше брикс очень интересный вкус ягода кстати не самая мелкая да, она не крупная, но покушать ее будет приятно интересный вкус таких тропических фруктов и личин очень вкусный я как-то в предыдущих роликах рассказывала что мои старшие дочери это самый любимый сорт также хорошая устойчивость к заболеваниям и прекрасно зреющая лоза чтобы не останавливаться в дальнейшем на каждом сорте скажу, что у сортов прибалтийской селекции когда начинает нормально наливаться ягода то практически перестают образовываться пасынки что тоже достаточно удобно при уходе за виноградной лозой следующий сорт у нас Супага Супага характеризуется тем, что часто у нее ягода так и остается зеленого цвета и кажется, что она не зрелая на самом деле она зрелая хотя, конечно, если на солнце много то она может и переходить в цвет более желтый по вкусу это ананас земляника что-то такое смешанное также прекрасно зреет лоза хорошая устойчивость к заболеваниям по срокам созревания в наших условиях примерно к 10 сентября Супага уже будет готова следующий сорт Слэ в принципе все то же самое, что и у предыдущих да, и лоза хорошо зреет и хорошая устойчивость к заболеваниям две грозди на побег ну, примерно, вот если сравнивать с предыдущими тоже у них там бывает и по 3, бывает и по 4 у них практически ненармируемо они хорошо тянут нагрузку ну, конечно, для начала кусту надо дать нормально вырасти чтобы он эту нагрузку мог тянуть у Слэ созревает чуть-чуть позже чем та же Вардува Слэ созревает где-то 10-15 сентября так вот, чтобы уже был хороший сахар чуть больше 20 брикс он может накапливать по вкусу это тропические фрукты все эти три сорта, которые мы с вами сейчас рассмотрели очень вкусно и приятно покушать при этом можно использовать и виноделье сахара для этого вполне достаточно мы делали, правда, в смеси мордового супа Гасселэ делали сухое вино, правда, по красному способу с брожением на низге получается интересное такое вино с пряными нотами но вообще все вот эти вот ароматные ягоды очень хорошо используют для приготовления игристых вин там они очень интересно открывают свой аромат еще один представитель белой ягоды это ананасный и во второе его название Фординальд Элисепс вот этому кустику у нас четвертый год мы посадили второгодкой получается четвертый год вот такая хорошая нагрузка в конце августа в этом сезоне его уже можно было кушать и мы его сняли с сахаром 17,5 в сусле но мы делали это намеренно мы пустили его на игристое вино поэтому снимали с таким сахаром так вот в конце августа он уже был очень вкусный и нашу малышку было просто не оторвать от этих ягод как следует из названия яркий ананасный вкус что еще интересно опять же прекрасно зреет лоза прекрасно устойчивость к заболеваниям кстати тоже мы не заметили чтобы он сильно гнал пасынки то есть в уходе такой очень простой сорт пару груздочек мы оставили повисеть на подольше сахар накопления у него 18 брикс но то что мы остали повисеть у нас дотянуло до 22 хорошо сохраняется на кустах и заметили еще такую интересную вещь что когда вот он долго повисел косточка у него стала как бы растрескиваться вот когда кушаешь то ощущение как будто мы едем киви да вот у киви такая косточка хрустящая либо крыжовник то есть косточка становится совершенно незаметной такие очень интересные ощущения ну вот повторю что очень хорошо и долго висит на кусте теперь переходим к ягоде розовой это у нас ядвиговая юнаса достаточно крупная грузь достаточно крупная ягода до четырех растений на побег может выдавать в принципе в наших условиях при все таки нормальном поддержании куста можно особо и не нормировать по вкусу такие приятные какие-то медовые нотки тропические нотки ну очень красивый нарядный внешний вид покушать приятно вкусно можно пускать и вино сахаронакопление от 18 брикс и выше при нашей нагрузке повторю что мы грузим хорошо мы не нормируем примерно к середине сентября она созревает в некоторый неблагоприятный год если слишком плотная грозь то может немножко потрескать потому что кожа все тонкая но как правило этот треск не критичен все как у предыдущих прекрасно зреющая лоза хорошая устойчивость к заболеваниям следующий сорт это паланга чуть-чуть раньше созревает буквально там на день-два чем ядвига и по цвету бывает что ядвига в некоторые годы такая желто-розовая а паланга как правило темнее также приятный тропический вкус также хорошее сахаронакопление от 18 брикс и выше и при этом низкая кислота которая нам потом ни вино не мешает не мешает покушать и еще один представитель розовых сортов это лепсна вот лепсна очень яркий цвет он вообще настолько красивый если фотографируешь кажется что там фотошоп смешался и сложно поверить что этот цвет естественный но это цвет абсолютно естественный очень яркий очень красивый очень нарядный а по вкусу интересно что сначала это будут нотки тропических фруктов нотки личи а потом со временем появляется некоторая терпкость некоторые тонины то есть если например кушать то кушать есть смысл чуть раньше если использовать виноделий то есть смысл поддержать чуть больше сроки созревания это примерно начало 10 числа сентября в зависимости от сезона впрочем как и предыдущих двух представителей розово-ягодных сортов при балтийской селекции в нашем случае лепсна растет не в самом лучшем месте поэтому угрозди довольно скромные они могут быть в разы больше в разы крупнее в разы интереснее а виноделий мы использовали то есть покушать вкусно и виноделий мы использовали опять же в смеси ядвигу палангу и лепсну ну получается очень такое интересное вино с зубиничным вкусом последние годы мы стали делать игристые вина уже смешивая всю вот эту вот прибалтийскую врачу мне там интересно стали появляться нотки конфет нотки барбариса и как обещала теперь касательно морозостойкости смотрите у всех этих сортов про которые мы сегодня говорили абсолютно у всех паспортная морозостойкость минус 27 минус 30 градусов то есть в теории их можно выращивать в неукровной культуре но надо понимать что неукровных сортов нету есть неукровная культура выращивания винограда которая зависит от региона в котором мы все это делаем и касательно конкретно вот нас в Беларуси конкретно Минской области у нас не столь опасны самые зимние морозы сколько опасны февральские и мартовские скачки температур когда приходит плюс потом минус потом плюс потом минус вот эти температурные качели они не хороши и они могут очень сильно сказываться на морозостойкости и даже самый-самый-самый морозостойкий сорт может пострадать это то что вам просто нужно знать а дальше уже укрывать либо не укрывать как выращивать это вы решаете сами что важно опять же возвращаясь к тому с чего мы начали кроме Изабеллы ничего и не растет Изабелла сорт с очень поздним сроком созревания то о чем мы с вами сегодня говорили созревает гораздо и гораздо раньше и даже в случае если у вас Изабелла более-менее созревает да с ее огромным длинным сроком то то о чем мы с вами сегодня говорили созреет гораздо раньше и вы получите хорошую вкусную ягоду которую вам и покушать будет приятно и сделать из нее хорошее качественное повторю которое не требует никаких танцев с бубнами да и никаких корректировок уж тем более добавление воды сахара и всего прочего ну конечно это не единственная альтернатива на самом деле их гораздо больше сегодня мы просто рассмотрели часть нашей коллекции также был недавно еще один ролик посвященный этой теме там мы рассматривали сине-ягодные сорта кому интересно ссылку под видео в описании я оставлю надеюсь ролик был вам интересен и полезен большое спасибо за просмотр подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии под видео нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды наши контакты до новых встреч